Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня в гостях нашей программы Эдуард Шагенович Хуршудян, чрезвычайный полномочный посол Армении в Казахстане, ученый, по-настоящему крупный ученый, востоковед. И он знает нашу республику, историю нашей земли не только как посол, но и как человек, который уже не первый год, и не первый год, как говорится, изучает очень основательно, фундаментально события, которые сопровождали наши народы в этом евразийском пространстве на протяжении многих-многих столетий, тысячелетий. Но я вспоминаю вот название книги, саму книгу, замечательная, по-моему, книга Андрея Битова, она называлась «Уроки Армении». И вот, мне кажется, один из таких неприходящих уроков по своей значимости и ценности, и, если хотите, по особому воодушевлению людей других народов, это некая устойчивость в веках и тысячелетиях армянского духа, армянской культуры. И поэтому, конечно, я вот вчера с удовольствием читал, перечитывал, так вот, да, очень внимательно, вашу книгу из истории армяно-казахстанских отношений. Здесь есть совершенно потрясающая глава, значит, средневековые контакты и связи, кипчакско-армянские, и даже то, о чем многие слышали, вот, наконец, появилась книга Горковца, значит, об этих армяно-кипчавских, значит, документах. Но у вас тут тоже очень здорово это написано, ну и потом такая широкая панорама, которую вы уверенно держите, это евразийские отношения, это вот, ну, скажем, туркестанская экумена, как вы ее называете, Иран в большом смысле слова. И поэтому, конечно, все это очень чрезвычайно интересно. Сегодня, я думаю, было бы хорошо, если бы поговорили не только о вашем знании, нас, но и нам бы немножко побольше узнать об Армении. Феноменальная фигура Месропа Маштоца, значит, создание армянского письма в начале пятого века, и затем вот непрерывная по существу история. Видимо, вот в этом противостоянии тяжким временам судьба испытывала народ Армении очень жестоко. Есть некий код или формула выживаемости, может быть, мы и об этом вообще, за счет чего, как это получается, что такое благородный, мудрый, ну и печальный дух Армении. Но эта печаль никогда не мешала появлению великолепных картин, творцов, художественных ценностей. То есть, этот светлый полет художественной мысли, он всегда шел наряду с этой исключительной мудростью, которая в ваших книгах, в вашей литературе тоже содержится. Хуршудян Эдуард Шагенович, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Казахстане и Кыргызстане, президент общества Армения-Казахстан. Свободно владеет армянским, арабским, английским, персидским, русским, немецким и французским языками. Также знаком со среднеперсидским, парфянским, древнеармянским, арамейским и сирийским. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Парфянские и сосанидские административные институты». Тема докторской диссертации «Армения и сосанидский Иран. Очерки истории и культуры». Работал переводчиком арабского языка в общевойсковой военной академии Алжира, научным сотрудником Института Востоковедения Национальной академии наук Армении. Читал лекции по истории древнего Ирана. Имеет пять монографий и около сорока научных статей, посвященных проблемам иранистики, армянистики, тюркологии, армяно-казахским и армяно-кипчакским отношениям. Армения – это страна очень древняя, с древней культурой, с древним народом, корни которого уходят в очень глубокую древность. И формировалась армянская нация на стыке очень многих культур. Здесь, если будем говорить о тех временах, когда только складывался народ, то это были хеты, потом Акад, естественно, Иран, там очень много других культур, с которыми казахскому народу тоже за период истории предстояло встретиться. Это скифы. И я думаю, что вот все это многообразие, которое существовало, вот вся вот эта палитра, которая существовала на этой территории, именно армяне – одни из тех народов, которые вобрали в себя вот все то богатство, вот те достижения цивилизации, и смогли вынести и пронести с собой на протяжении очень многих веков. Создание письмен – это очень выдающееся достижение цивилизации. И во многом, я думаю, что нация, она своим движителем именно берет вот это письмо, литературу и проносит через века. Потому что, как вы уже сказали, вот в V веке Месроп Маштод создал письмена армянские, и потом уже идет сплошная история. Да, сплошная история была, но с какими-то перерывами в плане государственности. Потому что Армении приходилось на протяжении всей своей истории несколько раз терять свою государственность. И именно вот это выдающееся достижение, именно армянские письмена, армянская литература, именно сыграла вот ту связывающую нить именно в истории. И, ну, естественно, в большей степени через церковь, поскольку церковь была именно тем движителем, тем вождем народа, который пронес именно вот через вот эти трудные времена. Самоопределение армянского христианства происходит практически в то же время, когда появляется армянская письменность. Ну, ведь армянская письменность была создана именно прежде всего для того, чтобы перевести Библию и распространять христианство на армянском языке, поскольку в период предшествующей создания письменности богослужения в Армении велось на сирийском и греческом языках. Поэтому такое, казалось бы, прикладное значение, которое придавалось именно перевести, значит, создать письменность для того, чтобы перевести Библию, оно, как показала потом история, сыграло выдающуюся роль в развитии армянской культуры. Тогда, когда гениальный Месроп Маштод создает армянскую письменность, ну, чуть позже по времени, но с точки зрения истории, это масштабовая история, это незначительная разница во времени. Здесь, в Тюркской степи, ну, и на берегу Архона и так далее, возникают эти потрясающие памятники письменности, это древнетюрское письмо или послание древних тюрок на века, события, которые сопровождали. То есть, примерно одновременно так, да. Ну, а потом, видите, что происходит? Армяне пронеслись сквозь века и столетия, так, свою письменность, а мы ее утеряли, вот это древнетюрское письмо. Вообще, вот поразительное, конечно, явление – это кепчакские тексты, вот, как бы, ну, в каких-то совершенных объятиях армянского письма. Часть письменности создавалась именно для каких-то прикладных. То же, скажем, возьмите то же манихейское письмо, которое было создано на основе арамейских графических систем, так же, как и армянская письменность, именно была, значит, исполнена ради распространения манихейства, даже среди самих тюрков. И манихейское письмо именно благодаря, мы имеем, благодаря именно вот этому процессу, который происходил параллельно. Часть письмен, так же, как и монументальные письмена, которые были и у тюрков, это связано с некими государственными процессами, а именно, они, скажем, возникали по приказу каких-то военачальников или царей. Скажем, известно, что известные вот эти ахименицкие надписи Дарья именно имеют, преследовали такие цели. Потом в сасанитское время надписи сасанитских царей, где они писали свою родословную, значит, повествовали о своих реляциях над врагами. То же самое мы имеем в виду. Да, традиция была и в Китае так вот. Я думаю, что поскольку тогда с Китаем очень тесные отношения в танцкую эпоху у древних тюрок были, возможно, это, ну, некое влияние и китайской традиции. Обязательно. И китайской традиции, и месопотамской, и иранской традиции. То есть, все здесь взаимосвязано, и чтобы не казалось, что если тюрки жили здесь, в Евразии, они имели никакого отношения. А вот все же почему, почему армянское письмо сохранилось, а тюркское? Может быть, от того предназначения, которое с самого начала, скажем, определялось это письмо. Вот вы говорите о том, что для перевода текста в Библии, собственно, и было сотворено это письмо. То есть, первоначальный такой посыл был. А вот тюркские памятники, вот я сейчас думаю, а что же главное в них? Там героические деяния, значит, совершенные. Ну и правда, там очень здорово звучит призыв к единению. То есть, видим, это проблема. Знаете, вот на тех же скалах, где мы с вами были на Иле, вы помните, там на трех языках. Да, на Брахми, на новоиндийских в основном языках. Там тибетский, значит, вот маньчжурский. Брахми, по-моему, от других языков. Да, и вот монгольский текст, уйгурским буквами, так вот, то, что Стобно потом прочитал. Так вот, там идет такое заклинание, то есть к единству, призыв к единству. И все это произошло накануне распада трагических взаимоотношений между этими народами, которые по существу потом братоубийством в такую войну вступили. И вот древнетюркское письмо, там настолько экспрессивно выражается вот этот призыв к единению, иначе ты погибнешь. Когда ты был разрознен, ты все время становился жертвой, табгачей и так далее, и так далее. И вот я думаю, может быть, это письмо, оно тоже как бы, ну, объективно предвещало вообще потом этот распад и междуусобицы и так далее, и так далее. Ну, это такое, это несерьезная, скажем, несерьезная гипотеза, которая не может претендовать на научность. Но меня этот вопрос все время волновал и будет волновать. Что же произошло с этим тюркским письмом, лобидарный текст. Этот алфаэт великолепно справлялся с текстами очень глубокого содержания, так? И потом это письмо, значит, как бы уходит в небытие. А армяне сохранили? Я думаю, все-таки, поскольку армяне, как бы, вот эта непрерывность религиозном, конфессиональном плане, она как бы существовала. И что такое армянское христианство? Ну, армянское христианство, это, ну, армяне приняли христианство как официальную религию. Есть традиционная дата, 301 год нашей эры. Вот, а само учение, ну, вы знаете, что в пятом веке произошел раскол церкви, когда армянская церковь откололась от византийской церкви, и она стала называться монофизитской церковью. А именно главная разница вот между армянской и греко-римской именно заключалась в том, что единобожие, единобожие, то есть вот это триединство. То есть, по соответственно, армянскому, как бы, вероучению, вот эта троица была в единой природе. Монофизичность армянского христианства, она не предопределяла некое такое изолированное, иногда даже сиротливое ощущение себя в большом христианском мире? Вы знаете, вы правы, в этом есть, поэтому я думаю, что в этом есть еще какой-то политический аспект. То есть, вот, может быть, это благодаря этому монофизисту, может быть, Армения и вот такому окружении, может быть, зачастую неблагоприятным смогла сохранить себя? Я был участником встречи по Нагорному Карабаху, когда, значит, Терпетросян принимал, значит, Ельцина, наш президент Назарбаев, и мы в Вереване, потом Степанакерт, в общем, ездили вместе, вот эту проблему обсуждали, и в Вереване, значит, тогда президент Назарбаев за этим столом, ужином, вечером, он предложил мне сказать слова, так сказать, потому что был очень напряженный ритм, так, и надо было... Я рассказывал о том, что я знаю об Армении, а Терпетросян это очень хорошо воспринял, он работал, кажется, в Матанадаране, так вот, где-то мы гуманитарные коллеги, ну, я выложил все, что я знаю об Армении, оказалось немало тогда, вот, так вот, я хотел бы сказать о том, что это потрясающий, конечно, народ, который...